здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева продолжаем тему сатурнизма на катке в днх и по свежим слезам после выхода фильма благодарю вас за то что вы все отреагировали вместе мы сила я уже понимаю что мы разрушили все планы даже если у них там произойдет это мероприятие потому что мы дали колоссальную рекламу этому мероприятию то тем не менее вот эта вся негативность которая там должна была быть у них в планах мы ее разрушили не нельзя опускать руки нельзя сдаваться и весь этот день завтрашний наполнять светом территорию в днх каждый мысленно представляет многие написали как они это представляют вы сами знаете как вам подсказывает сердце интуиция так и чистите это пространство то есть таким образом мы весь этот ритуал у них просто перерубаем все все что делается пойдет на благо нашего рода нашего народа и на восстановление нашей цивилизации на восстановление нашего советского союза благодаря вашим комментариям информация подтвердилась то есть это не просто какая-то конспирология как мне показалось нет вы поняли что это действительно серьезный ритуал ну и я хочу в этом фильме сказать именно дополнительную информацию которую я просто не знала не владела на момент первого ролика а благодаря вашим знаниям вашей информации вот сейчас я сведу все воедино дополню просто дополню потому что это важно это важно для общего образования ведь не только же здесь они будут проводить конкретно по организаторам вот этого мероприятия мы скажем кто это такие ребята и это будет подсказкой и знаковой чтобы на будущее это знакомство с теми с кем может быть дело нельзя иметь на светлым людям когда ты понимаешь что ты будешь уже вооружен и будешь вести себя очень осмотрительно с не нашими не друзьями нашими врагами после выхода моего фильма я захожу на страницу и здесь многие люди уже столетие вопросы задавать отмену и ни разу никто не ответил комментарии не удаляют но на вопрос не отвечают от слова совсем вот допустим кто спонсирует сатанинский флешмоб люди одумайтесь уж точно не берите детей на это мероприятие люблю кушать младенцев это плохая шутка пишет ольга годная борьба с поехавшими лайк какой смысл в этом мероприятии конечно шучу чего не пошутить там это я вчера читал это был потом собрать пд участников парить им потом услуги значит спрашивает какому ритуалу приурочено это сатанинское событие кто-нибудь объяснит из организаторов я бы туда не шел то вдруг омик прилетит случайно народ официально средь белой дня зазывают на сатанинский ритуал вот до чего дожили сатанинский ритуал вокруг фонтана дружбы народов вы понимаете что делаете от меня сатанинское мероприятие люди очнитесь от морок это же сатанинги бьются в конвульсиях не участвуйте в этом обряде отменяю запрещаю на удаление на уничтожение быть добро опять вопрос к организаторам почему флешмоб так назвали кольца сатурна уже своих детей пожирал сатурн пожирал своих детей поскольку ему было предсказано что один из них отнимет у него власть кто же такое название страшно придумал пожалуйста ответьте кто знает я думал что это что-то вроде хоровода будет обмен ответе на вопрос о смысле мероприятия не отвечает сатанинский культ всегда был доминирующих усиленных мира всего то что это имеет ритуальную подоплеку сомнений не вызывает сатурн символ бафомета посмотрите материал дэвди алька и елена ветровой от меня запрещаю пожирал младенцев изучайте картины информацию сатурне все станет понятно хоровод не просто так похоже на ритуал я это специально зачитываю потому что они могут удалить этот пост и ничего не останется это фиксация того что люди до пишут задают вопрос во странно массовые мероприятия в эпоху коронавируса и росгвардию не приглашают к чему бы это повелеваю отказать проведение этого флешмоба организаторов к ответу за все дела на человеком этой солнечной системе дальше люди пишут зарегистрировано письмо не пришло они кстати не всем у них тоже какой-то проходной момент они не всем людям отвечают они всех приглашают у них какой-то пропуск они кого-то подбирают себе вот здесь тоже да не переживайте вот люди говорят на участие зарегистрировалась это еще до четвертого не писали но письмо на почту не пришло нужно подождать или пройти регистрацию повторно не переживайте вам на месте дадут билет для прохода на каток и проката коньков предлагаю включить для нашего хороводах радована без а можно попасть до 17 30 бесплатно его масса мероприятий в эпоху коронавируса и росгварду не приглашают к чему бы это откачка энергии сатанисты прочее человечество ваши планы разрушены с это здравствуйте если приехать к 17 нас пустят заметили и маски не спрашивают и массовые мероприятия проводят письмо на почту не пришло здравствуйте не переживайте вам на месте дадут билет для проходы и все интересующие вас вопросы относительно мероприятия можете задать вот по этому телефону добрый вечер писал личку больше трех часов назад насчет отсутствия письма на почте ответ так и не получил когда соизволите ответить на него вот 26 уже человек писал опять и отсылают к телефону то есть уже какая-то какое-то происходит страны приглашение массовое мероприятие и вот личку по телефону на ответы здесь то человеку в чем дело то в чем проблема если у вас так все хорошо и все нормально далее скажите если опаздываю позже 16 меня пропустят такой же вопрос это еще 25 26 люди писали почему после 17 30 уже не пустят вход по qr-коду а если свои коньки и так далее здравствуйте так и не получила никакого приглашения письма и ответа нет я говорю нет планам глобалистов отменяют меня от меня запрещаю 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 весь этот сатурнизм да будет так истинно требую чтобы администраторы подробно объяснили тем кто наивно хочет покататься в кольца кто такой сатурн на что организаторы намереваются использовать полученную от хороводов энергии вот конкретный вопрос который не удалили но и не отвечают они просто игнорят все эти вопросы просто игнорят отменяем запрещаем ваши речи вам на плечи и все ваше злодеяние вам же на плечи благоденствие людям белой расы людям русов нашему роду нашему народу каждому русскому человеку света добра благоденствия любви всем от вместе с их организаторами да будет так слово твердо и так что нам удалось выяснить этим заниматься некое креативное агентство который в общем-то заполонило в днх но там проводят много мероприятий довольно таких по названию безобидных но теперь вот после вот этого явного такого проявления оккульт оккультных ритуалов и в день полнолуния мы об этом еще поговорим о детях которых я не говорила в первом фильме то уже к этой компашке надо конечно приглядываться вот есть такой отзыв кидалым рэдэ вэнс креативная компания где работают студенты или бывшие студенты кидают людей на деньги не возвращают деньги за отмененные ими же мероприятия полный реальный развод сначала запускают афишу о продаже билетов потом резко все отменят и достаешься без денег и без концерта не покупайте у этого организатора билеты люди останетесь у разбитого карета ну вот есть такой отзыв конечно наверное не всегда не так делают потому что какие-то концерты на в днх они пропихивают кто-то их там пролоббировал вот эту компашу мы пытались найти и нн нету ничего то есть вообще какая-то левая компания левая фирмочка и интересно кто же это вот на на в днх и и пропихнул и кто же ее покровитель этой фирмочки возможно она не одна такая и нет никаких следов то есть вот через них можно вот это все проводить а потом хоп и свернулись и никаких следов и никаких доказательств кто это что это вообще непонятно как она переводится red events красный красное events это красное мероприятие но почти как у ротшильда красный щит то есть это что ротшильды это прикрывают тут у них похожие вот эти переклик перекликаются но нашли мы все таки мне прислали материалы люди работают люди занимаются следами вот этих вот и вот эта компания там дальше можно найти вот шматова андрея ивановича правообладатель вот кто под чьим брендом вот это все звездочка видите у под чьим брендом это все проходит вот это вот эти ребята которые занимаются на в днх вот этими мероприятиями то есть разобрались эта фирмочка это не город но тогда интересно кто же спонсирует этот банкет этот флешмоб так называемый кольца сатурна если понедельник является техническим днем для катка и кто же это будет все оплачивать если катание безоплатное то есть они просто проводят такую благотворительность да то есть вот эти фирмочки они никогда не проводят никакой благотворительности если благотворительность значит они на этом зарабатывают какими-то другими путями которые неведомы клиентам так сказать но вот еще информация по этой компании во первых звездочку обратил внимание вниз головой да вот это вот характерно и еще тут номер до двадцать девятого года она включает действие вода двадцать девятого и номер тут у нее четыреста четырнадцать сто девятнадцать один один девять ну молодцы просто как попало так как но это рбк компания опять-таки это это не наши все люди и серьезные у них покровители есть могут быть если и не покровители то по крайней мере кто-то очень заинтересован в таких компаниях тот кто остается в тени за красным щитом за красным событием теперь вот то что мне прислали зрители фотографии вот сатурна и часы на 1730 как мы помним там у них начало 16 00 заканчивается в 1730 эти картинки а да вот сейчас мы ее посмотрим пожалуйста масонские символы тоже где-то вот вы в это время и санта клаус часы 1734 них официально они написали 1730 так вот николай леонов он пишет сатурну поклоняется весь мир это хронос звезда ремфана принадлежит воинству небес которому древние иудеи поклонялись до иеговая сатурн это черное солнце черный куб он же молох вал он же сатана он же санта египтяне поклонялись ему как светящемуся атому или ра это все одно и то же один и тот же экспонат персонаж вот еще он прислал николай леонов о том что сатурн приветствует планы фашистов была такая медалька или денюшка германия пожалуйста 1940 вот он сатурн вот они немецкие ну типа рыцари свастика самолетики все они там летят бомбят вот тут еще какие-то интересные знаки вообще-то надо по рассмотреть и что меня заинтересовал 1682 год вот они откуда с некого шара потом это все взрывается и вот это все появляется свастику они себе в 1941 год то есть фашистские дела но то что у нас фашизм продвигает мы уже все знаем и я делала фильмы по этому поводу по поводу знаков победы 75-летие победы я сделаю фильм чуть чью победу празднуем то что у нас к могиле неизвестного солдата возлагали цветы виде двух восьмерок а это чисто немецкие фашистские символы 4488 это хайл гитлер означает то есть у нас пропагандируют фашизм они напрямую это не говорят они как бы маскируют этого его как бы нет на самом деле он активно продвигается вот просто навязывается нас насаждается ну и сатурн пожалуйста вот здесь он покровитель этого фашизма и на в днх собирается провести флешмоб технический день именно завтра 31 числа а почему именно тут нет написали еще и астрологи давайте посмотрим что мне написали астрологи это мне прислали я потому что но как бы астрологии не сильно не увлекаюсь и вообще не увлекаюсь никакими-то оккультными этими вещами когда-то я это все изучала в 90-е годы я действительно прошла это все я все это изучала и в общем то пришла к выводу что можно заниматься собственным внутренним миром и внутренним сосредоточением потому что там центр и который влияет на все но но как дополнительная информация как кругозор конечно я никогда не отказываюсь от умных от общения с умными людьми которые всерьез занимаются своей своей деятельностью и могут дать интересные вещи вот например мне прислали по поводу гороскопов там 31 января 2022 года в 12.00 29 лунный день в этот день даже мысленно нельзя строить никаких планов тем более нельзя начинать ничего нового нельзя верить никаким обещаниям слухам или прогнозам на будущее кругом один обман один из критических дней но вот пожалуйста это вот все было заранее вот опять такое скажем совпадение да или или конспирология природа систематизирует объекты по принципу подобия судеб возникающих ситуаций является отражением внутреннего мира рекомендую проявить целеустремленность и устойчивость перед внешними воздействиями убывающая луна луна находится в фазе убывающая луна жизнеспособность человеческого организма снижается он быстрее устает его реакция измедляется человек теряет энергию становится менее активным так она симоненко написала 31 января последний день лунного месяца 1 февраля новолуние китайский новый год все федеральные каналы это агенты пятой колонны их основная задача водить людей в морок то есть вот в морок должен быть то что даже были монеты с ними значит предыдущая цивилизация была сатанинской ну насчет этого не знаю монеты я сказала так вот хелена резенко голена время и дата выбраны исключительно из астрологических соображений я разбираюсь в астрологии и просто диву далась как круто подобрано время надо построить натальную карту и в этот момент тихо удивиться профессиональному астрологу но главное что это сатанинский лутный день 29 он предшествует первому лунному дню новолунию и одновременно китайском новому году день разгул темных сил дни магической темной луны гекаты день сакральной жертвы накануне новолуния то есть это все не случайно выбрана вот москва в днх вообще почитайте мифологии сатурна причем западную восточную там он шане еще книгу можно почитать величие сатурна я как астролог ничего против сатурна сказать не могу он тоже создан богом у него свою роль и то что сейчас идет разрешенная зачистка тупого населения это факт обидно и больно когда под раздачу попадает светлые великие личности на впереди рассвет я тоже верю в это место проведения хорошо бы окропить крещенской водой шунгет подложить благовония пожечь колокольчики позвенеть солью кстати кто хочет может там рядышком подойти и позвенеть колокольчиками ну и соль посыпать не заходить на каток а рядом вокруг кто может приезжайте приезжайте да еще вот сергей обратил внимание когда я в первом фильме читал о том что галилео обнаружил сатурн кольца сатурна только в 1610 году заметил что это будет если перевернуть то это будет 1 6 1 1 9 1 и 9 1 1 да это все их цифры тут вот но все вместе и 13 ноября опять-таки но это может быть в википедии уже внесли именно такие цифры потому что они все буквально подгонят не значит что именно именно тогда галилей это обнаружил обнаружил ли вообще как это все происходило чем мы не знаем они могут вносить эту информацию именно подгоняя свои цифровые коды они это дело любят очень они видимо не имеют связи действительно с божественной вселенной поэтому им просто необходимы эти ритуалы это говорит об их слабости на самом деле потому что без ритуалов они ничто и они обязаны его озвучить обнародовать ничего не скрывать да завуалировать да прикрывать уводить внимание в сторону но они обязаны это озвучить как видите они это озвучивают но дело в том что что то произошло и мы стали это видеть раньше возможно мы этого ничего не видели попадали в эти ловушки не понимали что происходит почему с нами такие все несчастья происходят они подгоняют вот у них свои эти ритуалы и они это делают ну лет триста точно ну и так на сегодня все с этим и заканчивал потому что мы разобрались мы разрушили все это сатанинскую их вот то что их планы однозначно разрушили говорю еще раз если кто хочет то может приехать походить и выбросать вот эту соль ну просто для так сказать поиграть в эту игру потому что в общем то достаточно ваших светлых мыслей и если вы мысленно будете посылать свет завтра вот в это место конкретное раз уж они на моего так высветили сами ну так и никто не просил что называется вот так уж прям лезть на глаза со своим вот этим заявлением могли как-то и по-другому его назвать но видимо было нельзя видимо очень важно раз тем более не собирались его или собираются его снимать на видео это явный отчет теперь мы уже понимаем что нет никаких случайностей слишком много совпадений это закономерность и даже астрологи ну даже астрологи отписались они могли бы этого не говорить мать мы могли бы сказать что мы это все придумали таких комментариев я могу сказать что под этим видео было минимальное количество минимальное это редко бывает когда такое единодушие и так затем заканчиваю это видео сейчас уже поздняя ночь я спешу его смонтировать чтобы вы увидели его в первой половине дня благодарю за внимание всех вам благ с вами галена коншева все будет отлично наше дело правое враг будет разбит победа будет за нами помните эти слова